Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня день воинской славы России. День разгрома немецких фашистских войск в Сталинградской битве. К жителям республики обратился глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Бои за Сталинград – важный, переломный момент в Великой Отечественной войне, где противостояние двух противоборствующих сил закончилось победой советских войск. 200 героических дней и ночей обороны Сталинграда за каждый квартал родной земли, за каждый дом вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Массовый героизм бойцов, защищавших город на Волге, навсегда вписан в историю страны и запечатлен в памяти наших граждан. Об этом свидетельствуют более 200 исторических мест, посвященных этому самоотверженному событию. Почти тысяча наших отважных земляков были участниками Сталинградской битвы, из которых 147 человек награждены медалью за оборону Сталинграда. Вечная память погибшим героям. Слова тем, кто вышел живым из этой смертельной схватки, отметил глава Карачаева Черкесии. Очередную партию гуманитарной помощи отправила Карачаева Черкесия на СВО. Партию собирала и организовывала движение «Зов Родины» совместно с боевым братством афганцев. По словам волонтеров, в этот груз вошли предметы первой необходимости, в которых нуждаются участники СВО и госпиталей. Мадина Каракетова подробнее. Отправка гуманитарного груза на СВО стала уже традицией для боевого братства афганцев. Они, люди, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия, в числе первых стали открикаться на призывы о помощи. Отправки гуманитарных грузов организовывают зачастую совместно с инициативной группой «Зов Родины», которую создали пятеро неравнодушных жителей из Карачаева Черкесии, пятеро матерей. Отправка идет боевого братства афганцев в лице Азаматова-Усмана Ясуповича. Хочу подчеркнуть Кипкеева Расула Беляловича. Уже на протяжении двух лет, в апреле второго числа, будет два года. Каждый месяц у нас отправка, бывает даже две-три отправки КАМАЗами. Уже это 18-й КАМАЗ. В Ростовскую госпиталь, Донецкая область, Луганская область. Мы и сами возили, доставку делали несколько раз. Вот это за неделю второй КАМАЗ, наша отправка, и через четыре дня еще один КАМАЗ отправляем. В эту партию гуманитарной помощи вошли вода, фанера, утеплители для блиндажей, матрасы, свечи, теплые шапки, носки и перчатки, продукты питания. Волонтеры инициативной группы «Зов Родины» и «Боевого братства афганцев» решили побаловать военнослужащих, организовав закупку партии сладостей. Шахризада Салпагарова, администратор группы, лично контролирует погрузку и отправку. Она знает, как важно довести все в сохранности, а главное – вовремя. Сама не раз за рулем грузового автомобиля ездила на передовую. Не я одна, а мы ездили неоднократно, сами доставляли, сами побывали на СВО, видели все своими глазами. Стараемся по мере сил возможностей делать то, что в наших силах, ждем наших ребят, болеем душой. Очередную помощь мы отправляем им. Дай Бог, чтобы все было во благо. Волонтеры инициативной группы «Зов Родины» и «Боевого братства афганцев» рассказывают, что основной упор при организации гуманитарной помощи они делают на госпитале и отмечают доброту, готовность перейти на помощь жителей Карачаева-Черкесии и некоторых предпринимателей, которые активно и совершенно бескорыстно поддерживают каждый их призыв о сборе гуманитарной помощи. Я желаю нашим ребятам удачи, чтобы они поскорее с победой, живые, невредимые, вернулись домой, к матерям, сестрам, к своей семье, чтобы мир был и процветание. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые нам помогают. Большое вам спасибо. Отдельной партией вслед к КАМАЗу, груженому водой, свечам, утеплителям и прочим необходимым на передовой в госпиталях волонтёры боевого братства афганцев и инициативной группы ЗОВ Родины отправили ещё один автомобиль с тёплой зимней одеждой. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём в горах будут порывы до 15-20. Температура ночи 0-5, в горах до 10 градусов мороза, днём минус 1, плюс 4, и местами до минус 6. На дорогах гололедится. Черкесский снег, ночью умеренный, днём небольшой, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3, а днём 0, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедится. Печальная весть. На 91-м году ушла из жизни Эльвира Петровна Берекина, жительница блокадного Ленинграда и ещё совсем ребёнком, пережившая одну из самых трагических страниц истории нашей страны. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова соболезнования её родным и близким. В те чёрные для её родного города дни девочке было всего 8 лет. Жестокая блокада унесла жизни родных и близких. Один из братьев ушёл добровольцем на фронт, и связь с ним прекратилась. Отец скончался в июне 1945 года, не успев забрать Эльвиру Петровну и её сестру из детского дома, в который девочек эвакуировали из блокадного города по дороге жизни. В 1946 году их нашёл родной дядя и забрал в Рябинск, где сёстры проживали до 1951 года, пока не отыскали следы брата. Оказалось, что Альберт не погиб на фронтах Великой Отечественной, а жил в городе Кутаиси Грузинской ССР. Вскоре вся семья воссоединилась и переехала в Черкесск, где долгие годы трудилась на благо республики и всей страны. Сама Эльвира Петровна до выхода на пенсию проработала на черкесском заводе холодильного машиностроения. Ветеран награждена знаком жителю блокадного Ленинграда, орденом за трудовую доблесть, многими юбилейными медалями. Для всех нас она останется примером жизненной стойкости, мужества, силы, духа, любви к родному городу, говорится в соболезновании главы Карачева Черкесии Рашида Тимрезова. В 4-й средней общеобразовательной школе Черкеска прошло мероприятие по страницам блокадного Ленинграда, посвященное 80-летию снятия блокады Ленинграда. Учащиеся и гости вспоминали героический подвиг. Тех, кто ценой собственной жизни освободили Ленинград от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Все дальше и дальше в историю уходит этот героический подвиг, когда тяжелые дни блокады жителей Ленинграда стойко преодолели. Учащиеся 4-й средней общеобразовательной школы Черкеска читали стихи и рассказали о суровых страницах истории Великой Отечественной войны и о том, как советские войска мужественно прорвали блокаду Ленинграда от фашистских захватчиков. Заместитель директора по воспитательной работе 4-й школы Черкеска Индира Тамбиева подчеркнула важность проведения таких мероприятий для сохранения исторической памяти, храбрости наших предков. Проводя такие мероприятия, мы, наверное, пытаемся, чтобы наши дети, во-первых, были патриотами своей страны. Патриот своей страны – это человек, который, во-первых, любит самого себя, любит свою родину и свое государство. Это добросовестный, порядочный и готовый защитить любую минуту свое государство. Вот такие мероприятия мы проводим не только во время месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы, но и каждый день. В свою очередь заместитель председателя Совета ветеранов Черкеска Ханапи Хасуев обратился к школьникам, призвав к изучению истории, чтобы больше подобных войн не было. Восьмидесятилетие прорыва блокады Ленинграда – это демонстрация победы с жизнью над смертью, подытожил Ханапи Магометович. Удачи вам в жизни, хорошей учебы, и чтобы знать правильную историю, учите ее. Или не бывает такого народа, который исказил историю, сохранил себя. Это, пожалуйста, тоже опять пример, это же Украина может быть. Они, потеряв свою правильную историю, получили вот то, что сегодня ведется. На мероприятии вспоминали, как за период блокады в Ленинграде, по разным данным, погибло от 600 тысяч и до более 1 миллиона жителей. Несмотря на все эти ужасные условия, жители северной столицы смогли выстоять и одержать победу над фашистскими захватчиками. Председатель Совета ветеранов погранвойств Карачаева-Черкесии Сергей Юрьев также подчеркнул, что только благодаря самотверженной отваге наших предков нам удалось одержать великую победу. Беспрерывным потоком шли умершие люди, везли, вернее, умерших людей полуживые мертвецы. Это сделали все фашисты. Сегодня задают вопрос, что такое фашизм. А вот, пожалуйста, город Ленинград и больше ничего не нужно, не нужно никаких других смотреть. Ни Белоруссию, ни Украину, на которой все это происходило. Это город Ленинград, это и есть фашизм, который принес на нашу землю 27 миллионов жизней. Забралось здесь. По завершению мероприятия все присутствующие почтили память погибших в блокаде Ленинграда минутой молчания. Али Халип Шоков, Белла Чикатуева, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Жизнь и традиции народа в Карачаево-Черкесии в фотографиях. На базе Колледжа культуры и искусств имени Даурова открылась выставка фотографа-стипендиата Министерства культуры России Арсена Лабердова. Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к народной культуре и искусству, формирование любви к родине, патриотичности и духовности. Далее расскажет Дарья Тендит. Искусство видеть и умение запечатлевать мгновение – неотъемлемые спутники каждого талантливого фотографа. Торжественная церемония открытия выставки состоялась в главном холле Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Первыми увидеть работы именитого фотографа Арсена Лабердова пришли почетные гости и студенты. Цена то, что у нас есть такой профессионал. Будущему поколению есть на кого равняться, отметил министр культуры республики Зураб Агирбов. Я хочу прежде всего поблагодарить Арсена, потому что мы действительно в республике, я считаю, в пропорции, какая у нас маленькая республика, сколько у нас талантливых людей, мы, конечно, очень богаты. И конкретно фотографы – это наше большое богатство. И я думаю, богатство это появляется, потому что фактура богатая, потому что действительно велика и природа прекрасна, и традиции нашего народа, проживающего здесь. И в целом талант во всех сферах, он настолько богат, что, конечно, дает почву для творчества, возможность видеть прекрасное. После торжественной церемонии Родиону Наджев исполнил мелодию XVI века на национальном ногайском инструменте «Дамбре». Затем присутствующие приступили к изучению работ. Мастерски, играя светом, сочетая цветные и черно-белые фотографии, автор в точности передает задумку проекта. Уникальность выставки заключается в том, что она позволяет увидеть мир глазами мастера съемки. В какой-то фотографии черно-белое решение идет, а в какой-то цвет имеет очень важное значение. И поэтому, исходя из моего видения, в каких-то работах я оставлял цвет, потому что я считал, что он там важен, допустим, что он играет роль. Если его переводишь в черно-белое, то суть фотографии теряется. А в каких-то работах, наоборот, цвет разве что мешал. Первые посетители отмечают, что запечатленные мгновения отражают не только атмосферу жизни и быта, но и обладают тайной силой воздействия. Хочется остановиться и, вглядываясь, задумываться о чем-то вечном. Очень интересное переплетение современного быта людей разных народов нашей республики с историческими, скажем так, с историей наших народов. Поэтому хотелось бы больше таких интересных работ с переплетением истории и современности именно вот такой красивой бытовой эстетики хотелось бы в этих работах побольше увидеть. Фотографии Арсена Лабердова отличаются оригинальным стилем и глубиной эмоций. Автор рассказывает зрителю историю нашей республики, делая упор на народе, проживающем на территории Карачаева-Черкесии, отражая его традиции, ремесла, обычаи и обряды. Целью проекта является привлечение подрастающего поколения к изучению, сохранению истории республики. Фотовыставка проходит при поддержке Министерства культуры и Школы творческих индустрий. Благодаря Министерству культуры Карачаева-Черкесии, благодаря нашему министру культуры, мы нашли такую форму сотрудничества, которая оказалась очень интересной. Школа креативных индустрий, на базе которой как раз мы провели выставку, она как раз создана для того, чтобы проводить какие-то интересные такие проекты. Выставка будет открыта для посещения в течение двух недель. Каждая работа будет снабжена QR-кодом, который приведет к видеоролику, в котором автор расскажет историю своей работы. Вскоре выставка будет открыта и в цифровом формате. Дарья Триндит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Юные футболисты из Карачаева-Черкесии примут участие в престижном всероссийском турнире детских команд. Об этом глава республики Рашид Тимрезов сообщил в своем телеграм-канале. Отметим, что ребята из спортивной школы «Победа» вошли в 75 лучших футбольных дружин страны в своей возрастной категории. Он пожелал юным футболистам новых успехов, достижений и красивой игры. Стоит добавить, что в рамках комплексного развития футбола в Карачаево-Черкесии за последнее время проделана большая работа. Сюда можно отнести и возрождение футбольной команды «Нарт», которая по итогам первого же после возрождения сезона добилась весомых результатов и пользуется огромной популярностью и поддержкой среди болельщиков. Большими достижениями можно назвать открытие детского футбольного центра на базе спортшколы «Победа» и реализацию программы «Футбол в школу». И успехи команд из Карачаева-Черкесии являются результатом кропотливой работы по развитию спорта в регионе. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе хором». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова